Мы малышами были, ну как вам сказать, все дело делали. И пахали, и сеяли, и картошку, в общем, соку тянули с этими, с большими женщинами. У нас вот такие дела, много-много работы делали. А есть, кушать нечего было. Варишь бывало целой кастрюли, картофельную бату оторвешь, соберешь, сваришь. Это хлебаем, хлебаем, еще бы хлебаем, но все, кастрюля кончается. Крахмал собирали, орешки, сечки, орешники там в лес входили, собирались, которые висели. Что могли, есть, все и ели. Крахмал еще бы, но крахмал уже кончался в горе. Вот такие дела. Очень много, ну, и сжали с мамой вместе, и пахали. И, ну, первое начало, в детстве было, у нас была долина, километра на два, на три. Там капусты ростили, помидоры, огурцы. Мы с такими баночками с утра пораньше туда ходили поливать босиком. Вода текла, это хорошая вода была. Ну, бригадир у нас была женщина. Капусту выращивали, только его первый снег убирали. Было на семь, на восемь килограмм, такие большие были капусты. Это огурцы никогда не, ну, траву не убирали. Она говорила, давайте сегодня огурцы будем собирать. Ну, пойдем собирать. Такие большие ручки, это, ну, как вам сказать, в траве. Мы сами, бывало, идем собирать, как, ну, пинаемся, упадаем, ну, все, все вот такие. А помидоры тоже, ну, тогда ничего не могли делать. Там же тогда трехлитровых банок всяких не было. Соберешь, бывало, долину соберешь, так и у них там и гнили. Никто его и ничего не обрабатывал. А вы получали что-то из этих продуктов? Ну, чего давали, ничего не давали, конечно. Ты что, когда там с гектара получали 5-6 тонн, 5-6 сантиметров зерна. Это все уходило, наверное, на турплату, говорили. Еще зерно забирали на турплату, ничего не оставляли. А мы когда сжать ходили, ну, с мамой вместе, сынок, пыль вязать мы не могли, но с серпом-то немного работали. Туда было на трем, это зерно, пол-литровую, бутылку. Как боялись, чтобы бригадир в дорогу не попал. Если попадет, посмотрят сумку, и эту отбирали. Вот такие, ну, в общем. Ну, на ночь окна закрывали дома, чтобы свет не попадал. Ну, один раз к нам зашли, не военные, но партизаны, что ли, ночевать. Они свою обувь уставили, это, бани не мылись, наверное, не уставили. Завшивились, вот так, вот так ловили, вот так ловили. Голова здесь в резиночке, белые, белые все. Чего-то только не видели. Соседи были многодетные, но они от голода умерли, многие тоже на нашей улице. Прямо дома же умирали от голода. В годы войны? Да, да. Ну, вот помогало только, что коровы держали по молоку. А то, что там яички, там, еще что-нибудь, носки, варежки вязали, это все давали на фронт, говорили. Не знаю, доходили они до фронта, не знаю. Вот так. Пирожки пекли, это, дом, картошка, всю ночь картошку трешь, трешь этой теркой. И вверх картошка, и ниже картошка. Пекли пирожки всю ночь, корзину положили, сюда на станции приходили продавать. Эшелон становится солдатами, кто там бесплатно, кто без денег, кто, может, деньги положил. Корзина за полчаса, все, уже нет. А какие у вас условия жизни были? В плане одежды. Какой одежды? Лапти. На лапти вот сюда какую-то деревяшку приклеить, этой проволокой завяжут. Весной-то особенно, галоши, ботинки же нету. Лаптя? Одежда, что вы носили? Да, фуфайка. Платья, кофты. Кто его знает? Зимой, например. Зимой-то мы ходили, вот потом зимой мы ходили сюда, на железную дорогу. Снег чистить. Раньше, нынче снега нет, а тогда, как это сугробы были. Вот железная дорога. Одна там на нашей улице была, да, но она там работала. Утром мы к ней собираемся, 5-6 человек, и с ней вместе мы идем на железную дорогу чистить снег. И канаву, такие, ну, канаву рыли сквозь дороги. Вот такие вот дела. Утром там придешь, красный уголок, ну, там по списку кличут, фамилии, да, есть, есть, кричали вот так. Это получается с вашими колхозами? Там немного деньги давали. Ага. Большие были деньги? Да нет, честно, не помню, я уж какие там большие. Малыши все ходили. На очистке снега в основном дети участвовали, получается? Да. И с колхоза по списку отправляли? В колхозе летом. Летом. А зимой-то? Нет, зимой на очистку снега кто вас отправлял туда? Мы сами. Сами? А что? Что надо, надо кушать, что-то надо. А на один год надо лесработку, лес валить. Я ездила, как ездили в отрать. Мордовской получается отрать, да? Вот туда с малышами. Но мы пилить-то не могли эту пилу тянуть. Нас заставляли, не заставляли, но этот сучки в одном месте сложить и сжечь. Вот так. А мы туда приходим вечером, ну уж идешь же, одна квартира жили. Она все в русскую печку ставила, и суп, и все. Вечером придем, несколько человек жили, ну ужинать, ужинать уже не могли. Рука сюда не доходила. Раз, свалилась, голодная, и все. Ну потому что мама бывала придет с работы, но мы, может быть, дома некоторое время, ну дома, она повесит свою сумку это, ну, на печку там где-нибудь пустую, а мы там шевыряем, что там сумки, что там сумки, что она принесет с Богом. Ну, голодные были. Что мы могли есть, что находили, все ели. И шмых какой-то черный появился в одной, и это. Когда уже не Моготу было, у нас ферма была рядом, коров там держали. Коров висели, на веревочке стоять не могут, а нас гоняли туда с подружкой доить коров. Ну, когда корова на веревке висит, какая дойка. Молока, наверное, не было там. Да какая молока, да какой. Там же соломы да не было уже. Мы все, это крыши бывало скрыты этой соломой, все это снимали, коровам давали, и это кончалось. А вот вы помните, у вас эвакуированные населения не размещали? Эвакуированные вот здесь вот, вот, вот они. тут не русские, конечно, и не немцы, наверное, не знаю, румыны, болгарии там, или всего-либо здесь, тривничьи. И сейчас есть, там они в землянке жили, вот в лесу здесь. У них здесь проходная была, ну, малыши были, конечно, не могли, но врачи, но врачи, врач, одна женщина жила, новый тюрьмин, там у на квартире. То, что хорошее лекарство, ну, не лечили их этих, это, пленных. Ну, все, Гиреню, ладно, хотя они выручали, наверное, это перецелин, самое хорошее лекарство было тогда. Что они делали? Надолго этого, и сейчас, наверное, есть это. Вот, потом это, они умирали тоже с голоду, конечно, кладбище у нас вот там, там и у нас стоп было, мы всю зиму там, это, ну, молотили зерно, ну, снопы молотили и на лошади, и ручную, и комбайн был, их по пять, по шесть штук на лошади привозили наше кладбище, не в самое кладбище, а вдоль сюда немножко, вдоль кладбища хоронили немножко на эту землю немножко скопают и вся туда пять-шесть человек кладут. Лагерь назывался, вот здесь был лагерь. То есть, их не по квартирам распределили? Нет, 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 лагерь был лагерь. А просто лагерь земля? Их охраняли, что ли? Вот, они тут, да, охрана была. Вот тут две нищи подземном, эти, ну, как тебе вам сказать, подземные, не вора, как, ну, а, этот, землю нарыли. Сами рыли? Ну, конечно, наверное, немножко крытые были, вот они там и жили. Вы ходили на них, смотрели? Нет, 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 не ходили. Видели, наверняка, как их охранили? Не ходили. Мы малыши были, что там. А вы не помните, когда они у вас появились в вашей деревне? Не помню, не помню. Как они появились, не помню. Конвоем привезли, на машинах? Не, на машине только. Пешком? Может быть, и шалон, ну, может, товарняки. Товарняки, то есть? Поезд. Поезд там привозили. Да, Ну, я же в деревне жила, а я здесь, откуда знать нам, всем малышам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.